МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Хищение на 1 миллиард тенге совершили частные судебные исполнители. Сколько фактов выявили в Генеральной прокуратуре? Намеренно определил несуществующий долг по алиментам и снял со счета должника. Какие преступные схемы использовали? Окончательное решение. В Казахстане не будут вводить обязательную маркировку воды и сахарозадержащих напитков. Почему отказались от этих планов? О какой проблеме заявили производители? Смертельные ДТП. Как чувствуют себя пострадавшие при столкновении двух автобусов в Караганде? Получили ли выплаты семьи погибших? В Казахстане предлагают легализовать платформенную занятость. Трудоустройство через онлайн-приложение постепенно становится самостоятельным видом деятельности. Однако вопрос о юридическом статусе таких работников остается нерешенным. К такому выводу по итогам исследования пришли эксперты Отечественного центра развития трудовых ресурсов. Только в нашей стране платформенная занятость обеспечивает доход для полумиллиона граждан. Но их права до сих пор не учтены законом. Смогут ли курьеры и водители такси популярных сервисов получить соцподдержку, расскажет Динара Нургалиева. Пандемия отразилась на казахстанском рынке труда, отмечают эксперты. Всего за пару лет в стране увеличилось число граждан, трудящихся на различных мобильных сервисах. И эта онлайн-работа для полумиллиона казахстанцев является основным заработком. И выше всего этот показатель у курьеров и водителей. Правда, рассчитывать на соцпакет и льготы от предполагаемых работодателей и государства они не могут, уверяют специалисты. Они не имеют права на медицинское страхование, если они не делают взнос, они не хотят связываться с налоговыми платежами, с декларациями. То есть и все различные барьеры как раз рассматриваются, учтены и в социальном кодексе предусмотрено, что будет введено понятие независимый работник. Это как раз тот, кто работает через цифровые платформы. И главное, это защита именно социальная. То есть дальше, если не дай бог, что случится, потребуется пособие по инвалидности. Или для женщин это пособие по беременности и родам. Итак, со следующего года в новый социальный кодекс будет введено понятие платформенная занятость. Далее, согласно алгоритму, появятся и налоги для работников интернет-платформ. Будет объединенный платеж от заработников, но это будет, так скажем, заработка автоматический работник. Это будет какой-то минимальный, будет распределяться во все фонды. А платформы будут налоговым агентом, то есть они обеспечат вот эту вот процедуру, чтобы лишний раз работники могли никуда не ходить. Объединенный платеж включает в себя индивидуальный подоходный налог, обязательные пенсионные взносы, социальные отчисления, которые установлены законодательством. Также в него входят и отчисления на обязательное медицинское страхование. После легализации юридического статуса онлайн работники смогут создать и собственный профсоюз, отмечают эксперты. Так они смогут рассчитывать на правовую поддержку в трудовых спорах. С нового года в Казахстане повысят пенсионные выплаты на 10,5%. Это положенные по возрасту и за выслугу лет. Также с 1 января увеличится размер минимальной заработной платы до 70 тысяч тенге. Месячный расчетный показатель станет равен 3450 тенге. В стране утвердили основные социальные показатели, которые начнут действовать сразу с начала следующего года. Опубликован закон о республиканском бюджете на 2023-2025 годы. Накануне его подписал глава государства Касымжом Арттокаев. Так, минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты составит больше 24 тысяч тенге. Минимальный размер самой пенсии чуть более 53 тысяч тенге. Более миллиарда тенге, подлежавшие перечислению на счета взыскателей, похищены частными судебными исполнителями. Их преступные схемы раскрыли в Генеральной прокуратуре. Выявили 660 фактов хищения денег. Елеман Раимбеков расскажет подробнее. Частными судебными исполнителями нанесен миллиардный ущерб не только государству. Они использовали в личных целях деньги, предназначенные воспитанникам детских домов. Присваивали алименты. И это только в семи регионах страны, включая Алматы и Астаны. К примеру, столичный ЧСИ намеренно определил несуществующий долг по алиментам и снял со счета должника 289 миллионов тенге, которые подлежали конфискации по приговору суда. Деньги он перечислил экс-начальнику департамента по исполнению судебных актов столицы. За свои услуги ЧСИ удержал 10 миллионов тенге. Пока что прокуратура восстановлена 650 миллионов тенге. Предстоит вернуть еще полмиллиарда. Как рассказал юрист Кабито Мербеков, проводить хищение судоисполнителям удается благодаря полному доступу к денежным средствам должника. Считаю, чтобы все частные судебные исполнители на ежемесячном основе предоставляли по крупным исполнительным производствам, по делам, отчет в прокуратуру по каждому району. Высшим надзорным органам заведено 16 досудебных расследований по фактам хищения и растраты денежных средств. Также прекращены лицензии семи частных судебных исполнителей. Два приостановлены. И еще 55 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Елеман Раймбеков, Думан Сулеменов, Информбюро. На 30% повысить тариф просит компания, подающая газ по магистрали в Карагандинской области. Сегодня на общественных слушаниях об этом заявили руководители предприятия. Решение будет принимать комитет по регулированию естественных монополий. Поставлять газ в Карагандинскую область начали только в этом году. И по данным руководства филиала АО Кастрансгаз Аймак, убытки за этот год превысили 800 миллионов тенге. И так будет продолжаться, пока компания не выйдет на большие объемы транспортировки газа. Сегодня в Караганде, Тимиртау и Жисказгане газом пользуются только чуть более 800 абонентов. А затраты на обслуживание газопровода, круглосуточную диспетчерскую службу, эксплуатацию остаются неизменными. Сейчас потребители платят по 39 тенге за кубометр газа. При этом расходы в месяц на небольшой дом составляют в среднем 20 тысяч тенге. Тариф состоит из трех составляющих. Отпускная цена самого газа, транспортировка и реализация. Кастрансгаз Аймак подал заявку на повышение тарифа на транспортировку. Цену самого газа устанавливает Министерство энергетики и ЖКХ. В выполнении тарифной сметы за прошлый год у нас затраты большие, доходов у нас нет. На 800 абонентов объем много вы не транспортируете. А более филиалы устоявшиеся, так скажем, на западе, на юге, там в каждом филиале, в наших же филиалах аналогичных, больше 200 тысяч абонентов, это население, и свыше 5-6 тысяч юридических лиц. На сегодняшний день у нас всего лишь 3 юридических лица и 800 населения. В Казахстане не будут вводить обязательную маркировку воды и сахаросодержащих напитков. Из-за нецелесообразности. Пилотный проект выявил несколько проблем, заявил заместитель премьер-министра, министр торговли и интеграции Серик Жумангарин. В последние годы этот вопрос активно обсуждался среди предпринимателей и общественности. Пилотный проект по маркировке упакованной воды и сладких напитков длился с июля прошлого года. В нем приняли участие 13 компаний. Представители проекта по маркировке заявили, что занятие это дорогое и энергозатратное. Они столкнулись с большим количеством бракованных стикеров, которые пришлось просто уничтожить. В стране нет спецоборудования для маркировки и типографий. Идет удорожание выпускаемой продукции из-за финансовой нагрузки на производителей. Этот вопрос обсудили с бизнес-сообществом и решили, что вводить маркировку на напитки внутри страны не нужно. Отмечу, цифровую маркировку товаров вводят для борьбы с теневым импортом. В стране не так давно ввели ее на обувь и лекарства. Приближается волшебная пора. Время исполнений желаний. Пусть в новом году в вашу дверь постучится счастье, а праздничный стол украсит любимый напиток Пепси. Его особенный вкус сделает любое торжество ярче, атмосферу веселее, а еду вкуснее. Скажи, кушты новому году вместе с Пепси. Продолжаем эфир. Расследованием дела о страшной аварии с двумя автобусами в Караганде займется областной департамент полиции. Напомним, 25 ноября при лобовом столкновении на мосту погибли два человека и еще 25 пострадали. На сегодня в больницах остаются 9 из них. Главный подозреваемый водитель 146 маршрута до сих пор между жизнью и смертью. Людмила Батюшкина продолжит. Айего Санакпай шесть дней пробыла в реанимации. Врачи подозревали повреждения внутренних органов. Ходить самостоятельно мать пятерых детей не может. Говорит, испытывает сильные боли в голове и животе. И до сих пор перед глазами тело мертвого водителя, которого выкинула на их автобус. Я многодетная мама. Как теперь буду жить? Как я детей буду кормить? Вот только муж работает теперь. Как знаете, кредиты есть. Как знаете, все дорого, купить надо. Четыре у меня в школу ходят. Один садик. Сейчас не могу я отправить в садик, потому что платить нечего. Это все мне тоже надо. А здоровье как я буду? Остальные виды мне целые два года нужны. Водитель автобуса с людьми, который выехал на встречку, до сих пор в тяжелом состоянии. За ДТП с гибелью двух человек ему грозит от пяти до десяти лет лишения свободы. По словам адвоката, все пострадавшие, а также по одному родственнику погибших, будут признаны гражданскими истцами. И смогут заявить в суде в рамках уголовного производства гражданские иски по возмещению материального и морального вреда. Это помимо страховых выплат. Страховкой предусмотрены выплаты около 600 тысяч на лечение, 300 тысяч на похороны и от 7 до 15 миллионов людям, получившим в результате ДТП инвалидность. Придлит суд, конечно же. С другой стороны, здесь я считаю, что не только вина водителя, но и, наверное, руководящих лиц автопарка. Потому что непосредственно они создают такие условия, что водители будут вынуждены гнаться за длинным рублем и создают аварийные ситуации. В автопарке на эти вопросы дают только краткий комментарий. Мы работаем в этом направлении, и ни один пострадавший без внимания не останется. Думаю, что соответствующие органы дадут свое заключение по этому поводу. По словам юриста, автопарк признают гражданским ответчиком, который и будет производить все выплаты потерпевшим. После, в регрессном порядке, автопарк будет предъявлять сумму ущерба водителю, виновному в ДТП, если он останется жив. Людмила Батюшкина, Информбюро, Карагандинская область. В Казахстане проводят работу по полной реабилитации жертв политических репрессий 20 века. Уже два года над этим работает Республиканская государственная комиссия. Ее подразделения созданы в каждом городе. Сегодня в Шемкенте подвели итоги работы региональной комиссии. В Шемкенте проводится масштабная работа по поиску и реабилитации жертв политических репрессий 20 века. Исследования ведутся по девяти направлениям. Для создания диалоговой площадки в городе прошла конференция, посвященная жертвам репрессий. Ее организовала шемкентская рабочая группа совместно с двумя крупными вузами. Не все жертвы были реабилитированы. Поколение тех жертв, они забывают, не могут сказать, кто кому, кем приходится, кто есть кто. В общем, идет уже забвение среди народа. Поэтому вот это вот сколыхнуть, восстановить историческую память, это очень своевременно. Два года назад президент Казахстана Касамжи Мартукаев подписал указ о создании государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий 20 века. В сегодняшнем мероприятии приняли участие отечественные и зарубежные ученые и историки, общественные деятели, докторанты и магистранты, а также гости из Астаны и Алматы. Комиссия, которая оправдывает жертв политических репрессий, работает два года. И сегодня мы подводим итоги. В этом деле огромную роль играют сотрудники архива. Также за это время мы собрали материалы по жертвам из МВД, КНБ и генпрокуратуры. В прошлом веке народ пережил много невзгод. Недовольных властью ссылали в ГУЛАГ или приговаривали к расстрелу. Сейчас государственная комиссия работает над тем, как обелить именно тех, кто был не согласен с политикой тех времен и пал жертвой системы. Анастасия Новикова, Абзал Туребеков, Информбюро Шемкент. Социальный проект Vision Zero, который поможет обеспечить безопасность участников дорожного движения, начнут внедрять в больших городах Казахстана. Какие еще программы по развитию городских территорий планируются реализовать в целом по стране, рассказали эксперты на втором казахстанском форуме урбанистов в Актобе. Актобе стал местом притяжения урбанистов со всего Казахстана и не только. В качестве экспертов приглашены гости из России. А всего форуме участвуют больше ста специалистов из различных областей. Урбанистика стремительно развивается. Сейчас 60% казахстанцев живут в городах. Поэтому власти уделяют большое внимание вопросам экологии, развитию смарт-сити и созданию доступной среды для всех категорий граждан. Железная дорога сегодня играет разделительную роль в городе. И вокруг, почти 18 километров, огромная территория, которую в перспективе надо было устроить и привести в соответствие единоцельного города. Урбанисты знают, как построить комфортный и безопасный город. Для этого предстоит разработать комплексную программу повышения мер дорожной безопасности, которая будет основываться на научных расчетах и передовом международном опыте. Внедрять ее будут в рамках социального проекта Vision Zero. До конца года многоэтажки украсят еще 10 муралов. В планах художников вписать в современный антураж исторические фигуры. А яркое оформление позволит поиграть со стилистикой и придать зданиям необычный вид. Еще одна цель урбанистов – создать в Ак-Тубе центр креативной индустрии и тик-ток-лаборатории. В Казалорде наградили людей с ограниченными возможностями, которые занимаются бизнесом, искусством и вносят вклад в развитие общества. Всего в Казалординской области проживает свыше 30 тысяч особенных людей. О том, какая поддержка им оказывается, расскажет наш корреспондент. Жительница района Щиэле Тамара Ак-Магомбетова шесть лет назад оказалась в инвалидной коляске. Но случившаяся трагедия не сломила ее. Женщина занялась делом. Открыла цех по пошиву подушек и одеял. Наняла на работу трех человек. Работники – люди с ограниченными возможностями. Когда лежала полностью обездвиженная, это было страшно. А сейчас-то рука работает. Почему бы не трудиться? Каждый год нас так чествует. Приятно, конечно. Нельзя опускать руки никогда. Надо идти к своей цели. В честь Международного дня инвалидов, который мир отмечает сегодня, участники мероприятия показали свои творческие способности. Всего в Казлардинской области проживает свыше 30 тысяч особенных людей. В этом году в рамках создания условий и доступной среды в регионе оборудовали 277 зданий. За счет бюджета приобрели 32 инватакси. Они оказывают свои услуги жителям. Наш гражданский долг – оказывать поддержку таким людям. И помогать по мере возможностей. В этот день в торжественной обстановке наградили отличившихся. Все они, несмотря ни на что, вносят свой вклад в развитие страны. В местном Акимате отмечают, что на обеспечении людей с ограниченными возможностями работы неправительственным организациям выделено 37 миллионов тенге. И работа в этом направлении продолжится. Жанара Слыханова, Абай Нуржанова, Информбюро, Казлардинская область. Флинт Гренки – это натуральные сухарики с яркой линейкой вкусов, созданные специально для ценителей незабываемых впечатлений. Сделай просмотр чемпионата мира по футболу еще вкуснее вместе с Флинт Гренки.